Как оцениваешь эту позицию? А чей ход? Большого значения не имеет, но допустим, ход черных. Для меня позиция немножко лучше для черных. Обосной. У них сильный центральный конь, сзадь больше в центре, чем белых. Ну и вот. Ну в принципе да, вообще считается, что слон-вань при пешках на двух флангах сильнее коня. Но здесь конь мощный, а слон слабенький. И тем более черный король ближе к центру. Поэтому черных перевес. Это из партии Портелло-Капабланко. Черным играет Капабланко. Знаешь, что это такое? Да. Шахматист. Шахматист. Это чемпион мира, между прочим. Шахматист это ты, а он чемпион мира. Король Т1. Король Ф4. Повел короля. Но на Е3 не пускают король Е2. Теперь что думаешь нужно делать? Как дальше усиливать позицию за черным? Иди пешками вперед. Ну конкретнее давай что-нибудь. Ну Ж5 скажем. На черные поля их ставить. Ну в принципе правильно да. Надвинуть пешки пока. Он сыграл Аж5. Он планирует пешки ДАЖ4, ДАЖ4 задвинуть. Скажу Д3, я решил на месте топтаться. Есть такая техника встать в стойку, так скажем. И на месте стоять, ждать, что соперник покажет. Ну здесь это вряд ли. Да, сюда ходить. А? Да, сюда ходить. Ну да, но вряд ли здесь это хорошая идея. Вот черные все-таки усиливаются. Ж4. Ну здесь я сыграл Б4, не знаю. Ну можно в принципе так сыграть, да. И Аж4. Короля на Д4. Завели белые. По-прежнему не пускают. Тут вокруг поля Е3 держится король. Вокруг ключевого поля Е3. И черным пройти особо некуда. Теперь как пробивать оборону? Не очень просто. Может Аж3? Так, вот тут подумай. Тут важный момент. Тут надо как бы... Ж3 или Аж3 выдавать? Одним ходом ничего не решишь. Вот если сыграешь как-то поспешно, можно все испортить. Тебе надо... Если сыграл Ж3, тогда... Не единственное, что будет. Он сыграет Аж3. Ну да. А если просто Ж3, то Аж3. Если Аж3, то Ж3 с шахом. Еще хуже. Король уйдет. Тебе надо подумать... Конь Ф2. Так, ну... Главное, чтобы идея была в этом ходе. Конь Ф2. Вообще, это не уже коди. Ну, я дам тебе подсказку. Здесь есть идея, связанная с жертвой коня. Потому что тут... Когда вот эти пешки встанут... В такой клинч. Своеобразный. Можно будет конем съесть одну из пешек, а свою провести в ферзи. Конь Д2. И что? Куда? Ну, конь Д2. Дай. А, нет. Опять не будет. Ну, а что дальше? Конь Д2, и что там? Ну, конь Д2. Он охраняет пешку цепей. Так что ничего не получится. Да. Здесь план у тебя. Провыв персечный. Вот на королевском фланге. Здесь одна или вторая пешка. Твоя задача провести в ферзи. Любой ценой. Можно даже с жертвой коня. Посмотреть варианты. Поэтому... Давайте тогда лучше покажу. Конь Д3. Конь Д3, черные сдались. Не, конь Д3. Конь Д3. Конь Д3, все равно черные сдались. Тебе, тут еще не сдались. Так видно. Тут еще не так просто, да. Ну, надо подумать. Ну, наверное, можно сыграть... Ну, тут белые, как минимум, не про... Ну, белые, короче, за победу борются. Потому что... Черные не могут с двумя лишними пешками остаться. В любом случае. А белые пока туда идут. Собед на жильвам. Не, ну, если так, то вообще съел сразу. Слона за эту пешку отдам. А там сам королем съем весь черный фланг. Да. Вернее, один холод. Так что это не проходит. Ну, в принципе, вот, уже в ядном направлении мыслишь. И, ладно, я тебе подскажу, как он сыграл. А ты должен сказать, для чего он так сыграл. Он сыграл конь G5, капабланка. Теперь подумай, в чем смысл этого хода. А смысл странно. Конь F3, может? Конь F3, надо такой ход рассматривать. Ну, тут, ну, по-моему, еще ничего не дает. GF, GF просто. Ну, и черные проигрывают. Слон F1 отошел. Ну, вот. Ну, тут, допустим, так. Тут, как бы, черные просто проигрывают. Ничего нету. Но это связано, опять же, с движением пешек. Движение пешки G или движение пешки H. 5-5? Ну, допустим, я А4 сыграл. Как играть черным нужно? А4. G3. H3. Не, назад. Не получается. H3. Ну, а ты что, угадай мелодию, что ли, играешь? H3, G3. Значит, посчитай наперед вариант какой-нибудь. Так не получается опять. Все же один из этих ходов правильный. Я тебе дам подсказку. Наверное, все-таки G3. Ну, просто так я ход не принимаю, без конкретного варианта. G3. H3. Коль Е6. Ну, и что-то я и знаю, какой Е6 важен. Ну, как хочу, так и играю. Король D3, там, без разницы. Король D3? Да. Король Е5? Король Е3. Да. Ну, слон F1 сыграл, допустим. Опять? Ну, это длинная парка. Началась опять БА пешку съехать. Не, смотри. Ищи конкретный комбинационный путь, чтобы пешки прошли в ферзи. Ну, это странно. Вот с тремя пешками, возможно, если есть пешка на F4 и на F2. И здесь тоже, возможно. А мне больше нравится с тремя. В шамотах не всегда нужно делать то, что нравится. Можете нравится и одним конем играть всю партию. Нет. Мне его с тремя когда-нибудь съедят. Здесь правильный ход G3, H3, вот в этой позиции думай. Как прорваться пешкой? Это самая легкая задача. Конь Е4, с идеей конь F2, конь берет на H3, GH и G2. То есть ты хочешь сказать, что лучше сбить пешку с поля F2 на H3, чем с поля G5? Да. Так красивее будет. Ну, чего? Я жду, пока ты одумаешься. Я говорю, конь Е4. Что ты только что сказал, поймешь вообще. Конь Е4. Это я понял. То есть ты предлагаешь в три хода сделать то, что можно сделать в один ход. Ну, кто же в конь бьет на H3? Кто же в конь бьет на H3? Правильно, да. Конь бьет на H3. Это конь Е4, в 2 конь H3. Это, конечно, крутой финт, но проще сразу конь H3 сыграть, да. И на GH что? G2. Правильно, да. Здесь побеждают черные. И защиты от этого особо не было здесь уже. Если слон F1 играют, то здесь, опять же, можно сыграть G3, H3. И показываю вариант. Съели. Да, съели царь F3. Да, и здесь ближе к победе делаю. Если так, то что? G2. Ну, что ты играешь, бьет? Царь бьет на H3. Царь H2. Б5. Б5. Недурное решение. Ну, согласен. Здесь черные выигрывают, но был выигрыш попроще все-таки. Здесь попроще выигрыш. Царь F2. Царь F2. Да, король F2 просто сыграл. Слонов B убрали, Фильзя провел. Да, поэтому здесь слонов F1 не спасало. Партия была А4. Так, стоять. А4. И здесь... Здесь было G3. Ну, H3, понятное дело, он не сыграл, потому что это проигрывает. Сыграл HG. Чем бить на G3? Королев, конечно. Правильно, да. Король G3, король E5. Пошел в контратаку. Ну, съели пешку на G2. Слон G4. Как черным правильно реализовать свое преимущество здесь? H3. Импульсивненько играешь. Что? Импульсивно. Подвергся эмоциям. H3 сразу фигуру выиграть. Это, конечно, есть такой вариант. Но это не лучший ход. Давай посмотрим, почему. H3. Чем берешь на H3? За конем. Я бы не сказал, что, конечно. Дело в том, что белый король близко к пешкам ферзевого фланга. Я сыграю опять сейчас. Конь F2. Сюда. Конь на E4. Так, R7. Конь бьет C3. Не проиграй, тут. Конь на D5. Конь бьет на B4. Ну, наверное, лучше было на C6 место съесть. Ну, ладно. Я немножко зрях. Да? Тоже нормально так, да. И ничья. Да. Тут с позиции силы у белых. Да, что-то зачем. Ну, ничья, да. Поэтому H3 это слишком импульсивное решение. Здесь надо потехничнее играть. Правильный ход король G3. Слон C8 играют. И здесь надо сильный ход найти. Но тут смысл в чем? Здесь смысл перевести коня на пункт D6, чтобы он держал весь ферзевый фланг. Как это можно сделать? Конь... Нет. На самом деле, это я что-то зря спросил, потому что уже нарисовал. Как это делать? Так. Конь F7 шаг. Правильный ход. Смысл в том, что на кроли G6. Как можно сыграть? Конь на D8. Спокойно. Нет. H3. Да, H3. Слон загорожен королем, поэтому можно сыграть H3. Значит, король G6 сыграть нельзя. Тут король D4. Конь D6. Вот коня сюда перевели. И теперь уже, вот когда черные подготовились, подвели короля... H3. Да. Подвели ближекрешка, теперь H3. И здесь уже... Ну, что могут сделать? Он сыграл C4. Партия. Ну, давай посмотрим, как партия была. Потом посмотрим, как можно было еще ему попробовать выкрутиться. Конь F7. Ну, здесь уже все. Прохода нету. У короля ни одного поля нету. Здесь, здесь, здесь. Все забрикодировано. Соответственно, легкий выигрыш. Сюда. Так, сюда было. Король G4. И так, А6. Черт, белые сдались. Потому что просто сели, сели и сели на C5 потом. Ну, а если бы он здесь все-таки на C4, мне сход не нравится. Король G5 как-нибудь сыграл бы. Как-то хочет к пешкам пройти. Конь C8. Конь C8, да? Думаешь, так. Там просто король на D7 идет куда-то. Надо подумать все-таки. Можно C4. Так вот. Крепенько. Конь C4. И как-нибудь... Конь B6. Да, конь B6 и конь на D5. И конь на D7 можно вот сюда его сейчас разместить. И смотри, у белого короля ни одного поля для прохода нету. А если король через F5 пытается пройти, мы его отсюда зажимаем. То есть вообще ни одного поля нету для прохода.